Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Как нам строить отношения, если мы оба лидеры? Идёт борьба за лидерство, она уступать не будет, я тоже. Я не простой человек, она тоже. Очень своим равная, немного капризная, легко обижается. Легко, просто за долю секунды. Обидеть её очень просто. Девушка с характером. Но в характере есть ненит, ласка, добрая, по сути, не злая, но упрямая. Оба эмоциональные поссорились, всё. Через три дня снова люблю, не могу. Смотрите, здесь ситуация заключается в том, что по большому счёту вы выбираете, именно вы выбираете партнёра, лидера, будучи сами, как вы говорите, лидером, не просто так. И, соответственно, вам за ваш выбор необходимо нести ответственность. То есть, если вы выбираете себе партнёра, лидера, то вам необходимо отвечать за это перед самим собой, в первую очередь. Что партнер-лидер это означает уступки. Вот. Но в то же время вам необходимо понять, а, собственно, вот, почему я выбираю это лидерство. Почему я выбираю лидерство в своём партнёре. Да? Зачем мне это? Вот. И вы, может быть, увидите в этом своё желание положиться на человека. Вы можете увидеть в этом желание довериться человеку и так далее. По большому счёту, лидерство в отношениях – это недоверие, взаимное недоверие. Это невозможность отдаваться партнёру. И это означает недоверие самому себе. В отличие от лидерства, например, в группе, рабочей группе, или группе социальной, или группе политической. И, соответственно, первое, что вам нужно сделать, это спросить, как бы, что мне в моём партнёре дорого. Второе, что вам нужно сделать, это спросить себя, доверяю ли я себе. Доверяю ли я, вот, сам себе в этом смысле. Вот, если доверяю, то как, как это, вот, проявляется. Ну, то, что я, например, себе доверяю, да. Вот, это такой аспект здесь имеет место быть. А дальше спросить себя, в чём я могу уступить. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что бороться, бороться с женщиной не лучший вариант вообще для мужчины. По крайней мере, мне так кажется. То есть, мужчина, который борется с женщиной, это вообще-то, ну, не самый уверенный в себе мужчина. Понимаете? И я бы сказал здесь, что, к сожалению, для вас можно констатировать тот факт, что вы себя в какой-то степени противопоставляете ей, я имею в виду, своей, своей женщине. Вот. А противопоставлять себя своей женщине означает как-то вот демонстрировать то, что вы не уверены в себе. Поэтому я не буду говорить конкретно про такие вещи, как уступки. Я буду говорить больше про доверие себе. Я буду говорить больше про умение себе доверять, про возможность доверия себе и про, наверное, значимость для вас, своей женщине. Потому что если она вам дорога, если у вас есть к ней чувства, если вы выбираете ее, то, очевидно, что вам не что-то нравится. И вот вам нужно, по большому счету, как мне кажется, по крайней мере, просто признать, признать то, что в ней есть то, что вам нравится. И вот то, что вам нравится, просто впустить это в себя. Вот. Сейчас вы как будто бы этому сопротивляетесь. Сейчас вы как будто бы боитесь довериться и, быть может, для вас это нормально. Но вы не замечаете, как мне кажется, вот тех фактов, о которых я говорю. Конечно, конечно, самым лучшим способом данную проблему решить, это будет вместе, ну вот вместе с ней, да, пойти на психотерапию и вместе с ней как бы ваши отношения немножечко, может быть, ну, преследовать, скажем так, чтобы вот как-то лучше себя понять, вот, чтобы лучше девочку, может быть, понять и так далее, вот. То есть, на мой взгляд, ключевой момент в том, что вы почему-то свою женщину рассматриваете как то, что вам угрожает. Вот, угрожает, ну, вам, вот, как, ну, как, ну, как, ну, как мужчине, да, угрожает. Вот. И, на мой взгляд, это как раз таки тоже вас мотивирует с ней бороться. Ну, правда в том, что, как я уже сказал, это про неуверенность, про вашу неуверенность в себе, вот. Хотите вы этого или нет. Поэтому вы, конечно, можете продолжать бороться с ней. Вы можете продолжать пытаться, ну, что-то делать с своей тревожностью. Вот, вы можете продолжать пытаться как-то вот с тревожностью своей обращаться вот таким, вот таким образом. А можете, в общем-то, начать решать проблему, так сказать, в корне. То есть, можете решать проблему именно, как бы, в ее сути. Но пока что вы, на мой взгляд, этого не делаете и не совсем, не совсем понятно, готовы ли вы это делать. Вот, поэтому вы определите для себя с тем, хотите ли вы меняться, да, вот, хотите ли вы как-то вот свои отношения менять с девушкой, вот. И, уже исходя из этого, можно будет вам предложить коррекционную работу, вот. Если вы, ну, строго, вот, стоите на своем, да, и говорите, что нет, я уступать не буду, категорически, вот. То, скорее всего, вашим отношениям, ну, как бы, суждено вот распадство, потому что девочка, она, ну, тоже не будет совершенно очевидно вам уступать, вот. И если вы, вот, как-то позиционируете себя как сильного, да, как сильного мужчины, как сильного мужчины, если вы себя позиционируете, то, на мой взгляд, конечно, наибольшее проявление силы это уступка. Но никак не борьба, вот, потому что... В борьбе, в общем и целом, мы демонстрируем то, что женщина для нас является угрозой, а если женщина для нас угроза, то, ну, мы как-то вот в этом смысле себя обесцениваем. Вот. Поэтому, повторюсь, проблематика мне глобальной окажется в том, что вы себе вот как-то не доверяете, и вы... Ну, вот, сложно вам в этом смысле отдаваться партнеру, вы боитесь отдаваться, боитесь отдаваться своим чувствам, как бы, вот, ну, с ним. Вот. И, соответственно, это корректируется посредством психотерапии, но только если вы сами этого хотите. Вот. Если вы считаете, что проблема, например, вообще не в этом, а ищите какой-то вариант, некий такой абстрактный, чтобы вот... А, ну, чтобы ссоры просто, например, взяли и прекратились, ну, такого варианта я боюсь, что нет. Нет и быть не может, вот, потому что для того, чтобы отношения, вот, изменились, да, нужно, нужно что-то делать, ну, нужно... Учиться их выстраивать, ну, учиться их выстраивать, ну, так, чтобы, вот, всем в этом смысле было хорошо. Вот, вот, ну, в общем, и в целом, в том числе, а может быть даже и... В первую очередь, чтобы вам было хорошо, вот. А сейчас вы находитесь вот, как бы, в таком постоянном страхе, в такой постоянной тревоге и так далее. Следующий момент. Это ссоры. Вот, вы можете, опять же, поисследовать в интернете так называемую психологическую игру Скандал. Вы можете так ее написать, в принципе, так и называется. А вот, эм... психологическая игра Скандал. Вот, вы можете про нее прочитать, и, чтобы я здесь, эм... не тратил, например, ваше время и свое, да, я просто скажу, что... психологическая игра Скандал, она, как раз таки, эм... связана во многом с тем, что люди... боятся близости, вот, и... как бы... замещают, эм... замещают, эм... близость, да, замещают какую-то, вот... эмоциональную близость, они замещают, ээ... Скандалами, криками, потому что, ну, так легче, так... ээ... привычный, вот, но... это, конечно же, не так, это, ээ... конечно же, иллюзия, ээ... вот... эээ... так что... только вам мешать, если вы хотите быть, эээ... с эээ... этим человеком, человеком, которого вы эээ... нам, вот так сказ, ээээ... презентовали... эээ... в то... эээ... ну, в какой-то степени, заочно, если вы хотите быть ээээ... с этим человеком, то... ну, наверное, совершенно очевидно, что, эээ... придется как-то корректироваться... корректироваться, как-то ээээ... меняться, постараемся, особенно, если постарается, вы выбрали ээээээ... девочку такую же, да? То есть вы ведь могли в принципе выбрать та и другую девочку, могли выбрать себе девочку не лидера, но вам, вероятно, с ней уже было бы не так интересно. Понимаете, да? Важно именно нести ответственности за свои действия, за свой выбор, вот. А не просто, как бы, ну по сути, обвинять и предъявлять девочке за то, что она вот такая, какой, ну какой вы, собственно, ее выбрали. Ведь она такая была всегда. Вот. Да, у вас сейчас страсть, это хорошо. Вот. Но нужно понимать, что страсть она пройдет, страсть она проходит. Вот. И, собственно, что дальше? Вот. Что дальше, что остается? Что останется после, ну вот, после страсти? Когда она пройдет, что останется? К чему бы я апеллировал? Я бы апеллировал к тому, что между вами общего. Вот, вот. И с этого бы, блин, как бы, уже начинал бы. Вот. Именно с того, что между вами и девочкой есть общего. На этом все. Не затягивайте обращение к психотерапевту, вот, к психологу, к семейному. Вот. Идеальным вариантом было бы обращение именно к семейному психологу, потому что семейный психолог как раз помог бы вам, ну, разобраться в отношениях. Вот. А уже в какой-то степени для индивидуальной работы вы могли бы заняться уже не семейной, да, а, ну, скажем так, психологией, а вы могли бы заняться как раз уже индивидуальной, индивидуальной психологией, а, индивидуальной психотерапией. Вот. Ну, опять же, вот, если вы этого хотите, то все упирается в целом вот именно в то, чего вы хотите. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.